Назарбаев Рассказать об акции 27 февраля, с какими лозунгами и требованиями мы выходим. Также несколько слов сказать о встречах в Астане матерей 15 февраля. 20 февраля в Алма-Ате состоится отчет Акима Алматы. 14, как известно, будет встреча в Павлодаре. И таких встреч по всему Казахстану проходит много. Я хотел бы откомментировать свою позицию и изложить свое видение, что нам необходимо делать. Чат «Активист ДВК» стал хорошей площадкой объединения наших сторонников. Мы, собственно, сразу объявили, что в этом чате присутствуют наши сторонники. Конечно, есть много случайных людей, но они каким-то образом их приводят в чат. И наши сторонники здесь обучают их, объясняют. Они знакомятся с нашими программами. Кто не хочет, конечно, уходит. Но в любом случае чат открыть для всех, кто хочет изучить программы демократического выбора Казахстана. Какие цели мы преследуем. И если эти люди не враждебны нашим целям, то они в итоге остаются вместе с нами. И этот чат выполняет важную функцию не только объединения наших сторонников, но и мы организовываем здесь различные выступления экспертов, специалистов. Это площадка для того, чтобы раскрывать ситуацию в стране. Мы показываем, какие намерения существуют у Назарбаева. Мы часто употребляем слово «власть». И я тоже так часто говорю. Но надо иметь в виду, что власть в нашей стране сосредоточена в руках одного человека, ну, султана Назарбаева. Поэтому, когда говорят о диктаторском режиме, о диктаторстве, как раз здесь подразумевается, что вся власть сосредоточена в руках одного человека. Поэтому мы, когда говорим «власть», мы все ясно понимаем. Власть – это один человек, но султан Назарбаев. Итак, вы знаете, вчера произошло перемещение генерала Касымова, которого Назарбаев на совещании Акимов и правительства объявил, что Касымов – это честный полицейский, что он лучший полицейский, что он его уважает и все прочее. И когда прозвучала информация о его переводе на новую позицию, многие почему-то восприняли, что это отставка Касымова, ура, победа и так далее. Я хотел бы в этой связи сначала объяснить, на какой позиции находится Касымов в табеле о рангах во власти. Затем объяснить, что ни один министр не является самостоятельной фигурой. За этими министрами не стоят партии. В мире вообще министры – они ключевые идеологи и руководители целых направлений фракции в той или иной партии или представителями являются партии. И действительно, когда министр уходит со своего поста, то начинается буквально землетрясение внутри правительства, землетрясение внутри парламента. Это очень серьезные сдвиги происходят, потому что это реальные люди с реальными полномочиями и серьезным влиянием на общество. Наши же министры являются куклами Назарбаева, собственно, как и депутаты или акимы. Все решает один Нурсултан Назарбаев. И поэтому, когда кто-то радовался, что Касымова куда-то сдвинули, якобы отправили отставку, эти люди просто не понимают, что такое политическая власть в нашей стране. Политическая власть в нашей стране – это Нурсултан Назарбаев. Парламент – это Нурсултан Назарбаев. Правительство – это Нурсултан Назарбаев. Акимы – это Нурсултан Назарбаев. А все остальные, которые носят звание министра и все прочее, это вывески исполнителей воли Нурсултана Назарбаева. Поэтому ушел Косымов, придет другой, третий, пятый, десятый и ничего не изменится при такой смене того или иного человека на этой должности или на любой другой должности. Это все мы должны четко понимать. Теперь, чтобы вы понимали структуру табеля о рангах, такой иерархию. Так вот, помощник президента, секретарь Совбеза, это должность, которую сейчас теперь занимает Косымов, Калмухамбед, он является по статусу выше в табеле о рангах, чем министр. Помощник президента уже близок к позиции вице-премьера, и Косымов был министр внутренних дел. Ну и второе, это, конечно, зависит от конкретного человека. Бывает у Назарбаева помощники, их никто не слышал, не видел. Основная масса именно помощник, который обладает серьезным влиянием, имеет доступ к Назарбаеву, это богатые и влиятельные люди, миллиардеры, как правило. Ну, например, у Назарбаева был помощник у Тимуратов, это кошелек Назарбаева, и у него бизнес оформлен в соотношении 50 на 50, он держатель денег Назарбаева, вот такой вот кошелек. Поэтому вы должны понимать, что статус помощника, как правило, выше должности министра. Поэтому вы должны понимать, что назначение Косымова с должности министра внутренних дел на помощника и секретаря Совета Безопасности в табеле о рангах, даже не вникая в суть, куда он переведен, является повышением, а не понижением. Поэтому радость тех или иных людей, что Косымова наконец убрали, она преждевременная, это люди просто не понимают политическую ергархию, которая сложилась у нас в стране. Теперь о сути. Совет Безопасности, как вы сейчас знаете, он сейчас является другой структурой, не такой консультативной, как было ранее, теперь в соответствии с нашими законами, это орган, который реально координирует всех, включая даже президента, руководителей парламента, сената и мажилиса, премьер-министра, министров силовых структур и так далее. Председателем Совета Безопасности является Нурсултан Назарбаев, секретарь, фактически это его заместитель. И этот Совет Национальной Безопасности стоит над всеми структурами власти. И не случайно Назарбаев все это подготовил, перестроил различными законами, которые он внедрил в 1917 и 1918 годах. В соответствии с новым законом, но Султан Назарбаев, даже если не будет иметь должности президента, он будет стоять, как так называемый лидер нации, которую он прописал в Конституции, будет стоять над президентом страны, над премьер-министром, над всеми. Он будет являться вечным сенатором, он будет являться вечным членом Конституционного Совета, фактически его руководителем. Поэтому вы же понимаете, для чего это делалось. Если Совет Национальной Безопасности стоит над президентом, значит готовит Назарбаев место для себя на оппозицию президента, чтобы при жизни продолжать контролировать власть, и когда его не станет, его человек тогда будет реальным руководителем страны, первым руководителем страны. Вот для чего построена такая структура, как Совет Национальной Безопасности в нынешнем виде. Здесь мне задают вопрос, может Косымов будет президентом. Нет, он не будет президентом. Назарбаев никому не доверяет, ни нынешнему председателю Комитета Национальной Безопасности Кариму Масимову, ни Косымову, и многим своим родственникам не доверяет. Но он стремится назначить на оппозицию президента страны Даригу, сам возглавляет Совет Национальной Безопасности, стоять над Даригой. И какой-то период времени, он считает, что он проживет еще долго, научить Даригу управлять государством и расставить министров и всех прочих людей, Акимов, депутатов так, чтобы они были лояльны в первую очередь на Султану Назарбаеву, а потом Дариге. И таким образом он хочет монархически передать власть членам своей семьи. Ни Косымову, ни Кариму Масимову, никому-либо, а именно членам своей семьи. Поэтому вот, собственно, эти назначения, которые происходили или произошли, они направлены на то, что сейчас рычаги управления страной Назарбаев будет перестраивать на Совет Национальной Безопасности и на себя лично. 27 декабря он подписал указ, который теперь приводит к тому, что Национальный нефтяной фонд будет под контролем лично Назарбаева в статусе не президента страны, а в статусе Ельбасы, в статусе председателя Совета Национальной Безопасности. И это же позволяет ему руководить всеми национальными компаниями страны. Он фактически будет проводить все ключевые назначения национальной компании страны. Национальные компании страны – это Казахстан, Темыр, Жалы, это аграрные компании, как продкорпорации и все прочее, это Телеком, это нефтегазовые компании Казмонайгаз, Казтрансуэл. Одним словом, все такие компании, которые составляют основу экономики страны, они утверждают по разным оценкам, что якобы такие государственные компании контролируют минимум 40% малового внутреннего продукта страны. То есть, вы понимаете, он, возглавив Совет Национальной Безопасности, применив тельные поправки в закон, и фактически основные полномочия страны, все рычаги перевел в Совет Национальной Безопасности. Поэтому Совет Национальной Безопасности сейчас будет играть ключевую роль, он туда будет назначать особо доверенных к нему лиц, и оттуда будет реально управлять страной, даже если президентом будет кто-либо, но в данном случае он ориентируется на Даригу Назарбаеву, первая скрипка, все рычаги будут в руках находиться в Совете Национальной Безопасности. Поэтому, друзья, вы не должны заблуждаться, не обманываться, не радоваться, не требовать отставки министра соцзащиты, не требовать отставки любого другого министра, потому что это не имеет никакого значения. Он поставит завтра любого другого министра, пара гнева спадет, люди обрадуются, а вот Назарбаев нас послушал, убрал того министра или этого. Ничего при этом не изменится, потому что он стоит во главе этой пирамиды, вся власть у него в руках, если требовать отставки, то нужно требовать отставки, но султан Назарбаев, во-первых, во-вторых, в отставку должны уйти все, и правительство, и парламент. И мы должны кардинально изменить политическую систему, ликвидировать должность президента, построить парламентскую республику, и именно депутаты будут избираться на честных и открытых выборах. Эти депутаты будут представлять народ, они будут прикреплены к тем или иным населенным пунктам и районам, и тогда народ через этих депутатов будет влиять на парламент, соответственно, правительство. То есть, фактически, народ будет управлять государством. Народ будет назначать депутатов, а депутаты будут назначать премьер-министра и правительство. Именно вот такая вот система предполагает прямое участие народа в управлении государством. Наш чат активист ДВК и наша активность, именно активность политического движения «Демократический выбор Казахстана» привели к тому, что за последний год сознание наших людей кардинально изменилось. Я хорошо помню, как в апреле 2017 года, когда я писал те или иные посты и разоблачал режим Нусултана Назарбаева, около, ну, как минимум, наверное, половины комментаторов в Ютюбе нападали. Они защищали Нусултана Назарбаева и его политический режим. Буквально за какие-то полтора года ситуация кардинально изменилась. Люди, в конце концов, разобрались, почему они так плохо живут, разобрались, почему в нашей стране коррупция, разобрались, почему беспредел. Они поняли, что в наших тюрьмах пытки, в тюрьмах сотни тысяч человек, десятки тысяч, извините, они просто сидят зря, потому что этот режим просто сфабриковал уголовные дела. У многих отбирают бизнес. Вы знаете, какие протесты сейчас разваятся по всей стране. Это происходит потому, что люди, в конце концов, поняли. Если вчера они не знали, куда адресовать свой протест, если многие из вас совсем недавно думали, что эта нищета связана с тем, что наша страна бедная, мы никак не можем справиться со всеми трудностями, и винили в первую очередь себя, потому что так настраивал сам режим, говорил, вы сами виноваты, что вы не можете найти работу, вы сами виноваты, что вы не образованы, вы сами виноваты, что живете в нищете. В течение вот этих полутора лет наши люди разобрались, что виной всему этот политический режим во главе с султаном Назарбаев, который построил коррумпированную систему, и эта система позволяет ему украсть миллиардами, выводить деньги за пределы страны. При этом султан Назарбаев на всех этих встречах кричит «Олигархи, верните деньги в страну», хотя именно он главный олигарх страны. Олигарх – это тот, кто свои богатства приобрел в результате нахождения при власти и используя эту власть. Поэтому, когда кто-то думает, что богатые люди – это олигархи, они просто не знают суть этого слова. Зайдите в Википедию и увидите, что олигарх – это тот, кто свои богатства получил посредством власти и через власть. И, как вы понимаете, таким олигархом является Нурсултан Назарбаев, который 30 лет является государственным чиновником, никогда не занимался бизнесом, обладает состоянием свыше 200 миллиардов долларов. Его дети, никто из них не занимался бизнесом, тоже являются миллиардерами, хотя они, семья, например, Кулебаева говорит, что их состояние официальное – 7 миллиардов долларов, но реально их состояние составляет несколько десятков миллиардов долларов. Поэтому, именно после того, как наши люди разобрались, кто же виноват в этих проблемах, этот протест начал двигаться в нужную сторону. Теперь наши люди протестуют, это, в первую очередь, я хотел бы сказать, что делают женщины, и они протестуют, обращаются к Нурсултану Назарбаеву, главному архитектору этих проблем, главному человеку, который разваливает нашу страну и сделал наших граждан нищими. Теперь эта волна народного гнева обращена будет не к министрам, которые никакую роль не выполняют, а не просто исполнителей Нурсултана Назарбаева. Это гнев будет обращен не к Акимам, потому что они тоже исполнители Нурсултана Назарбаева. Это возмущение будет направлено правильно в адрес Нурсултана Назарбаева. После того, как трагически погибли пятеро детей в Астане, страна буквально взорвалась протестами. Вы посмотрите в социальных сетях, что происходит. В каждом крупном городе выходят сотни женщин. Они разъярены. Это проблемы, которые накапливались годами, десятками лет, и они не решаются этим режимом. При том, что у страны десятки миллиардов долларов в резервах, и этот режим каждый год через свои банки тратит свыше 10 миллиардов долларов, крадет их из бюджета страны. Этот режим строит экспо, организовывают азиады, всякие танцы, пляски, молодежные сборы, строят Астану, воруют миллиардами долларов. Говорят при этом, что денег нет. Сами миллиардеры, не работая в бизнесе, просто воруют государственные деньги и не решают те нужды, которые они обязаны решать. Они обязаны решать, потому что взяли ответственность за управление страной. Они обязаны решать, потому что они объявили, что они партия власти, и все другие партии фактически уничтожены. Существующие партии, марионеточные, тоже, но султана Назарбаева. Поэтому наш народ, в конце концов, начал осознавать, что все вопросы, все претензии мы должны адресовать к режиму султана Назарбаева. Сейчас власть панически боится женщин. Женщин, слабых женщин, которые находятся в состоянии отчаяния, которые измучены этой жизнью, не знают, как вытянуть следующий свой день, не знают, как вытянуть своих детей. Это относится не только к многодетным детям, это относится практически к каждой семье страны. Мне задают вопрос, а почему режим не решает эти проблемы? А почему этот режим не договаривается? Почему этот режим преследует одиноких женщин, беззащитных женщин? Вы знаете, вот Кунсулу, та женщина, да, у нас есть сильные женщины, как Айгулек Берды, у которого мужа посадили, она осталась четырьмя детьми, но она получила поддержку от общества в разной форме и международную поддержку, но получила поддержку именно потому, что она стояла. Кунсулу не смогла, не будем давать ее обсуждать и помнить, что никуда не пропали сотни тысяч семей многодетных, никуда не пропали сотни тысяч несчастных людей, которые хотят добиться перемен. и от того, что Кунсулу сказала не выходить, не поддерживать акции протеста, их жизнь не улучшится. Эти женщины выходят на акции протеста, эти женщины приходят в акиматы сотнями, тысячами, не потому, что они выходят ради кого-то, они выходят ради себя. И поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам с призывом поддержать женщин, которые 15 февраля встречаются с Акимом Астаны, поддержать женщин, которые 14 февраля будут в Павлодаре, поддержать женщин, которые придут на отчет Акима Алматы Байбека 20 февраля. Есть у всех свои даты. Тем, кто проживает в тех или иных регионах, я обращаюсь с призывом поддержать женщин, прийти и помочь, прийти и усилить давление на эту власть. Мне здесь говорят, что накал спадает. Накал может спасть, если действительно жизнь этих семей улучшится. Но вы что можете сказать, что за какую-то неделю жизнь этих людей изменилась? Нет. Они выплюснули свое возмущение, выразили недовольство, власть пообещала что-то рассмотреть, не решить, рассмотреть. Вы знаете, создана комиссия, во главе с вице-премьером Герболом Досаевым. Но я сейчас по этому поводу хотел бы вам напомнить, чем заканчиваются работы так называемых комиссий. Во-первых, когда мне говорят, почему режим не договаривается, вы должны знать природу и механизмы этого режима. Когда мы говорим о диктаторском режиме, диктаторский режим по своей природе построен так, что он подавляет любые свободы и инициативы граждан. Он по любому поводу преследует, сажает в тюрьму и природа диктаторского режима управляет страной и людьми страхами. А страх этот формируется за счет репрессии. Поэтому о природе уже сама, природа этой власти не предполагает никаких договоренностей и никаких компромиссов. Эта власть планирует управлять только силой, управлять страхом людей. Это природа самого диктаторского режима, и по-другому она не может существовать. И поэтому не стоит удивляться, почему этот режим преследует женщин или преследует любых, кто имеет самостоятельное мнение, почему преследует за репосты, как вот Осета Абишева с его партнерами посадили на 4 года, почему этот режим преследует тех людей, которые просто выходят с голубыми шарами, почему этот режим преследует даже одного человека, который вышел на пикет, потому что это природа диктаторская, природа подавления, и не может быть здесь никакого компромисса. Сейчас эти женщины еще обращаются и говорят, ну султан Абишевич, помогите нам, министры вам не доносят, министры вам не докладывают, это ваше окружение плохое, это наивные женщины, это наивные люди. Я хочу сказать, что очень быстро эти люди поймут, что причина здесь именно в самой системе, причина в самом султане Назарбаеве, причина именно в диктаторской системе, когда власть принадлежит одному человеку, и они завтра уже не будут говорить, но султан Абишевич, они будут говорить долой, они будут говорить шалкет, любой протест, который формируется и развивается в нашей стране, в итоге закончится политическими требованиями. Абсолютно любой протест, потому что эта диктатура глухая к требованиям и нуждам людей, она абсолютно глухая. И когда наши люди будут биться головой об стенку, когда эти чиновники будут морочить голову, создавать разные комиссии и таким образом как бы сдувать процесс, тогда они поймут, что этот режим неисправим, что только массовыми протестами можно добиться результата, только народная сила может сломать этот режим и заставить его нормально работать. Я здесь сказал, что заставить работать нормально. Это на самом деле неточная формулировка. Режим диктаторский никогда нормально работать не будет. Он может быть какой-то короткий период, быть относительно эффективным, но очень короткий период. Затем режим начинает давить по всему фронту людей. Это приводит к возмущению людей, к протестам и в итоге протесты накапливаются по всей стране и они потом превращаются в гигантское море гнева и режим диктаторских постоянно во многих странах мира именно таким образом падают. Несколько слов о тех или протестах. Сейчас в регионах идут протесты. Какая-то часть женщин верит, что вот они обратились к Назарбаеву и он наверное решит и он подаст сигналы, что он идет навстречу им. Даст какие-то небольшие подачки, небольшие какие-то суммы добавятся, наверное. Это все зависит опять же от силы и давления вот такого рода протестов. Эти люди поверят тем министрам и вице-премьерам, которые будут проводить встречи, собирать по сотнями тысяч людей, что-то обещать. Они поверят какая-то часть, но очень быстро они поймут, что эти вопросы, которые они поставили перед правительством, не решаются в принципе и не будут решаться. И они должны понять, эти проблемы нынешний режим не решить никогда. Но задумайтесь сами. 30 лет этот режим не решал ваши проблемы. А почему он должен эти проблемы вдруг решить через 30 лет? Почему? Очевидно, какие-то движения произойдут только тогда, когда будут проходить массовые протесты. Сейчас Назарбаев напуган. Он видит протесты по всей стране и он понимает, что в какой-то момент локальные протесты, проходящие в тех или иных городах, неожиданно обеднятся. Это будет ураган, гигантский поток народного гнева и десятки тысяч людей выйдут на улицу. Сейчас лидерами этих протестов являются женщины. Они за собой потащат членов своих семей, мужчин, детей и так далее. И эта волна просто сметет режим Назарбаева. Поэтому Назарбаев будет применять разные приемы, чтобы попытаться затушить этот протест. Будет создавать разные комиссии, какие-то подачки будут делать те или Акимы. И все время будет говорить благодаритель султана Назарбаева. Вот таким образом он будет изматывать людей, дробить, чтобы где-то в одном регионе протезать их, в другом стал меньше. В-третьих, он этот протест будет душить, запугивать, вот собственно как произошло с консулу в Астане. Будет применять разнообразную технику подавления, чтобы этот протест не стал сильным, чтобы люди в регионах не объединились, и чтобы это привело к тому, что Назарбаев мог передать спокойно власть Дарье Назарбаевой, и дальше эта власть будет находиться в руках семьи султана Назарбаева. Вот его основная цель. Поэтому, друзья, мы должны поддерживать все протесты, любые, любой формы протеста, которые существуют, организовываются, мы должны подключаться, помогать, приводить людей, и чем больше людей будет приходить на эти протесты, тем больше будет напугана власть, тем больше она будет пятиться назад и решать хоть чуть-чуть эти проблемы. Чтобы вы понимали, те или иные акции, которые проходят в тех или иных городах, они в конце концов приведут к тому, что эти люди прозреют. Они очень важны для того, для будущего, к которому мы стремимся, а именно к смене режима на султана Назарбаева. Сначала будут выходить вперед женщины, они будут объединяться, узнавать друг друга, будут поддерживать друг друга. Вот недавно женщин, преследующих, которые власть преследовала в Астане, начали поддерживать, просили им еду, появлялись мужчины. Таким образом объединение общества, таким образом формируются разные системы, которые друг друга поддерживают, разные комитеты, объединение людей. Поэтому эти протесты, которые сейчас развиваются, они очень важны, и их надо все поддерживать. И через короткое время такого рода протесты, за которыми стоят экономические требования придут, эти протесты будут с лозунгами политическими, они будут требовать отставки на султана Назарбаева, требовать, чтобы произошла смена режима. Это именно то, к чему мы стремимся. Важно нашим сторонникам ДВК интегрироваться, встраиваться в эти процессы. Я видел здесь наши админы делали обращение, что вот есть женские чаты, которые объединяют этот протест, и пожалуйста, уважаемые мужчины, не заходите в эти чаты, я считаю это большой ошибкой. Это админы наши формировали, я не вмешивался в эти протесты, в эти сообщения, но сразу скажу, это большая ошибка, потому что невозможно и не нужно делить протесты по гендерному признаку, мужчины или женщины и так далее. Мы все хотим одного, мы все хотим смены режима. с с с с и с с с знаю, какие доводы мне приведут те люди, которые написали. Они скажут, что когда в эти чаты заходят представители ДВК, то люди начинают пугаться. Во-первых, мы никого не сможем регулировать. даже если мы скажем, пожалуйста, сторонники ДВК не заходить, они все равно зайдут в эти чаты, все равно они будут излагать свое мнение. Это неважно, это мужчины или женщины. Мы должны дать развиваться процессу так, как нужно, а именно никого не ограничивать. Не становиться как этот режим, который пытается запретами и запугивания кого-то остановить. Нет, мы должны дать полную свободу. Главный ориентир это смена режима. Второе, для смены режима мы должны объединиться. Не надо ничего ограничивать. Пусть наши сторонники, неважно мужчины или женщины, они встраиваются в эти чаты, излагают свое мнение, так у нас будет развиваться активно политическая жизнь, будут формироваться разные объединения, они будут делиться по разным признакам, будут спорить по каким-то принципам, но главное, они все будут объединить одной цели, смена режима султана Назарбаева. Сегодня я выставил пост не свой, это, я так понял, что объединение феминистов подало заявку на мирное шествие. Там была адвокат Айман Умарова и Гульзада вот здесь написала, написали, что не только феминисты, ЛГБТшники собираются подать заявку на проведение шествия в Алматы. И я, конечно, с удивлением обнаружил, что сразу начали нападать, требовать убрать мои посты и так далее, ссылаясь, что вот многим не нравятся ЛГБТшники и так далее. Я сразу скажу свое мнение. Мне, например, все равно, какой ориентации человек, я сразу скажу. Демократия очень простая, в Америке, в Европе и так далее. Свобода человека, не надо лезть в чужую постель, кто с кем спит, мне абсолютно все равно. И если вы будете за кем-то охотиться, спрашивать, тогда вы охотитесь за теми людьми, у которых есть 2-3 жены или, например, двое-трое мужчин, закидывайте их, как в Иране, камнями, и тогда наша страна будет не передавая, она будет отсталой, как Иран, и мы будем жить по законам, по понятиям диких племен или диких людей, а не цивилизованного общества. И не надо никого осуждать, преследовать, закидывать камнями. Свобода, она предполагает, что вы живете своей свободной жизнью, вас не давит за вашу веру, за ваше вероисповедание, за ваши политические взгляды, за ваш образ жизни. Самое главное, вы не должны вредить другим людям. Ваша свобода ограничивается свободой другого человека. И поэтому не надо никого преследовать, возмущаться, не надо ни в чью постель лезть. Разберитесь со своей постелью сами. Вот в чем суть свободного общества. Этот режим преследует всех, независимо от национальности, веры, от его политических взглядов, от ориентации и все прочее. Он давит всех. И наша задача сейчас сломить этот режим, если выходят феминистки со своим протестом, выходят ЛГПТшники, пусть выходят. Все должны бороться с этим режимом, чтобы в конце концов изменить его, добиться полной свободы. Я хочу здесь еще ряд комментариев по этому поводу сделать. В свое время я писал пост, говорил следующее. Если мыслить постепному, жить будете постепному. Что значит мыслить постепному? Это значит жить в юртах, ездить на лошадях, я так считаю. Нет никакого возможности стать сильной современной страной, ездить на джипах, летать, запускать ракеты, производить самолеты, быть свободной страной, открытой, свободной, и при этом мыслить категориями 19 века, загонять людей вниз, унижать их, преследовать и считать, что при этом мы будем круто жить. Круто мы так не будем жить. если мыслить как дикари, будем жить как дикари. Будем мыслить как современные сильные нации, мы станем реально сильной нацией, с научными достижениями, с новой техникой, с новой идеологией, и будем богатыми жить, как в Европе и США. Если вы будете дикарями, вы будете жить, как дикари на Амазонке. А кто там шествия хочет, пожалуйста, пусть шествует. Они что, вам мешают что ли? Пусть шествуют. Они вам не мешают. Очень простой принцип. Вы не лезьте в их жизнь, они не в вашу жизнь не будут лезть, а даже не жизнь в их постель. Поэтому это просто смешно и дико. Еще раз я говорю следующее. Мы должны построить свободную страну, никого не преследовать. Главное, чтобы они не лезли в этом смысле. Ваша жизнь, вы их жизнью, все живут своей жизнью. Далее. Мы сегодня я хочу эту часть резюмировать, еще раз сказать. Власть ничего менять не будет. Власть никакие проблемы матерей не решит. У нас 250 тысяч многодетных матерей, более 250 тысяч человек. И они получают на множество детей всего 10 тысяч тенге. Ну вроде как бы 16 сейчас говорят, да? Вы должны знать нашу программу. Программа ДВК предполагает, что пособия дети будут получать до 7 лет включительно. У нас бесплатное образование государственное, высшее, среднее. У нас будет государственное учреждение, которое оказывает медицинские услуги бесплатно. Масса всяких преимуществ, которые есть в программе демократического выбора Казахстана. И они подбиты цифрами. Сейчас я уверен, что ни у кого нет сомнений, где взять деньги для того, чтобы реализовать эти программы. Вы должны знать нашу программу. Я многократно показывал, что у нашей страны огромное количество возможностей. Миллиарды долларов просто крадутся. В банке десятки миллиардов долларов каждый год запихивает на султан Назарбаев. Создает всякие национальные компании, где разворовываются миллиарды, они несут убытки, и затем поднимает тарифы, получает субсидии из национального фонда, и мы прекратим это воровство. Эти миллиарды долларов пойдут нашему населению. Мы сможем без проблем решить проблемы, связанные с материнством, профинансировать все программы. Читайте программы ДВК, и вы увидите в этих программах детально написанные суммы, которые формируются на поддержку матерей, социальные программы пенсионеров, инвалидов, и так далее. Практически охвачены все слои населения страны. Мы должны распространять как раз сейчас эти программы ДВК среди матерей, и они теперь поймут, что не решит эта власть их проблемы. Именно мы, демократический выбор Казахстана, именно правительство демократического выбора Казахстана решит основные экономические проблемы всей страны, не просто матерей, не просто детей, а практически всех. Именно 2019 год он ключевой. Именно в 2019 году Султан будет вынужден проводить досрочные выборы, потому что он стремится назначить на должность президента свою дочь до ригу. Уже по нынешней Конституции выборы президента должны пройти не позже первого воскресенья декабря 2019 года, а как известно, но Султан Назарбаев проводит выборы досрочно, поэтому вы должны понимать, что именно в 2019 году произойдут основные ключевые события в стране. Поэтому, уважаемые друзья, поддержите протесты матерей, выходите на все акции, которые мы озвучиваем, поддержите женщин 14 февраля в Павлодаре, 15 февраля в Астане, 20 февраля в Алматы, приходите на встрече Акимов, я уверен, что когда там будет огромное количество людей, власть начнет пятиться и решать какие-то вопросы, но не принципиальные, но получив даже небольшую победу, мы разовьем, мы дальше будем требовать и расширим наши требования. еще раз, власть не будет ничего менять, и все протесты матерей, даже если они сейчас говорят, это просто экономические требования, они в конце концов перейдут протесты политические, протесты с требованием смены политического режима султана Назарбаева. Именно поэтому нам любые протесты надо поддерживать, любые абсолютно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь о протесте об акции 27 февраля. Мы говорили, что эти акции проводятся именно 27 февраля, потому что 27 февраля проходит 18 съезд партии Нуратан. Это декоративная партия, которая существует на бумаге. В реальности это партия Нурсултана Назарбаева, где он один принимает все решения. Как известно, в партии съезд должен принимать основные решения. На съезде должно присутствовать представительство от разных регионов, но мы все прекрасно знаем, что они все придут на этот съезд, чтобы сказать Нурсултану Назарбаеву, о, какой ты великий, что без тебя не было Казахстана, ты вообще крутой парень и так далее. Вот для чего это делается съезд. Три три года назад съезд был Нуратана, и вы видели в интернете огромное количество хлебных от в адрес Нусултана Назарбаева. И мы должны им этот съезд превратить в фарс. И наша цель показать, что несменяемая власть должна быть сменена. И поэтому мы выходим на акции с памперсами. мы говорим, что памперс это символ гигиены и чистоты. И власть, политическая власть должна быть чистая. Она должна постоянно быть сменяемой, потому что, как мы знаем, памперсы применяются на короткий период, регулярно меняются. Мы говорим, что политическая гигиена это отсутствие коррупции, верховенство закона, соблюдение прав людей, выборность и самые различные вещи, которые мы воспринимаем как принципы демократического института, как принципы демократической страны. И здесь очень многое зависит от активности инициатив людей. Я считаю, что все те, кто могут, хотят, готовы решиться, должны отнести памперс в офисы партии Нур-Атан, чтобы они заявили себя политической партией Нур-Атан, что они не боятся ничего, они должны напомнить Нур-Атану, что именно Нур-Атан, декоративная партия Нур-Атан Нур-Атан взяла на себя всю полноту ответственности за качество жизни наших граждан. Мы памперсы можем оставлять не только в отделениях филиалах партии Нур-Атан по всей стране. Мы можем оставлять памперсы в людных местах, чтобы подать сигнал обществу. Это наш протест. Памперс означает, что власть должна меняться регулярно, как мы меняем памперсы детям. Здесь в чате спрашивали, когда и где будет стартовать эта акция. Наша акция демократического выбора Казахстана стартует в 9 часов утра с начала рабочего дня по всем регионам страны, там, где есть офисы партии Нур-Атан. Вы знаете, что даже в самом отдаленном районе страны в районных центрах есть офисы партии Нур-Атан. Именно там можно оставлять властям так называемый подарок, который говорит, вас пора менять. И наши юристы уже вам озвучивали, что вы можете оставить памперсы с надписью. Мы очень много всяких различных фотографий разработали. Можете с фотографией Назарбаева и нет здесь никакого оскорбления. Назарбаев наносит свои фотографии на деньгах, знаменах, на зданиях, портретах. Вы знаете, на памперсах тоже разные фотографии и все прочее. Нет никакого закона, который предполагает, что это является оскорблением. Ни один суд не сможет найти норму статьи, что если Назарбаева наклеить на памперс, это является оскорблением чести и достоинства Назарбаева. Ни один суд не найдет ни одного аргумента. Ну и мы можем еще эти памперсы оставлять в местах наибольшего скопления народа. Это различные магазины, супермаркеты, пешеходные улицы, рынки, университеты. Везде, где есть большое скопление людей. Там, где присутствует власть, где есть офисы партии Нуратан или присутствует в регионах и населенных пунктов представители местной власти, это кематы, различные управления, министерства, полиция, можно оставить памперс. То есть мы предполагаем 27 февраля начать акцию по всей стране, акцию с памперсами, который говорит, вас пора менять. Уважаемые друзья, еще несколько слов по матерям. В 2017 году Нурсултан Назарбаев публично выступал и говорил о том, что темп прироста нашего населения больше 5%, и это здорово, что если темп прироста будет 2,5%, то через какое-то время нация вымирает. В 2017 году он говорил, что поручая правительству поднять на 20% пособие матерям, он приветствовал, что увеличивается рождаемость, он говорил, что это очень важная политика нашего государства, а что мы услышали недавно, когда представители правительства, министры и так далее, журналисты начали говорить, что дети это ваши проблемы, что вы сами для себя их рожали. Вы помните, совсем недавно султан Назарбаев обращался к нашим гражданам и говорил, берите кредиты, богатейте, наша экономика будет расти, будут расти рабочие места, вы будете больше зарабатывать, а когда произошло две девальвации подряд, именно тогда, когда он говорил, что девальвации не будет, когда многие наши граждане потеряли рабочие места, он начал говорить, мы вам помогать не будем, свои кредиты вы сами гасите, хотя девальвации это причина плохого управления страной Нурсултаном Назарбаевым, он начал упрекать вас, говорить, зачем вы набрали кредиты, зачем, хотя сам призывал и в ютюбе можно найти массы выступлений, где Нурсултан Назарбаев убеждал людей набирать кредиты, также в 17 году он говорил, что нужно поддержать матерей, что нужно рождать как можно больше детей, выделить больше пособий, а что мы сейчас услышали, то же самое как и по кредитам, зачем вы их взяли, а сейчас по детям зачем вы их выражали. то есть вы видите, что Нурсултан Назарбаев вчера может сказать одно, сегодня сказать другое, и где правда не поймешь, но всегда известен один факт, всегда становится плохо обычному человеку. Два года назад он говорил, нужно поднять тарифы на электроэнергию и тепло, потому что нужно продать инвесторам наши электрические сети, станции, инвесторы никак не приходят в страну, и вообще наша стоимость электроэнергии в 6 раз дешевле, чем на Западе, при этом он почему-то не говорил, что заработная плата наших людей в 20-30 раз меньше, чем он сказал, кто поручил поднять тарифы, опустите вниз, вы видите, что происходит, но вы же не увидели эти тарифы, что ушли вниз, только были слова, то есть слова шала вообще ничего не стоит, как вы видите, наш человек должен только платить налоги, работать на государство, если работы нет, ты все равно должен платить единый совокупный платеж, чтобы эти деньги в итоге растекались по карманам султана Назарбаева и его шайки, через помощь своим банкам, как он недавно несколько миллиардов долларов дал Cessna банку, 8 миллиардов долларов отдал Коском и за два тенгеева купил Тимур Кулебаев, то есть ваша задача работать только на семью Насултана Назарбаева, вот кто такой президент Насултан Назарбаев. И мы все должны нашим многодетным матерям показать программу демократического выбора Казахстана показать наши прямые эфиры, рассказать о наших акциях протеста 10 мая прошлого года, 23 июня, 6 июля. Всем тем, кто имеет кредиты потребительские ипотечные, а их больше 9 миллионов человек, это практически все работающее население, мы должны объяснить, что демократический выбор Казахстана, когда придет власти, эти кредиты спишет, образование будет бесплатное, государственное, и государственное образование в госучреждениях тоже будет бесплатное, мы все это должны сказать этим женщинам многодетным, чтобы они все стали нашими сторонниками и влились в наши ряды, стали вместе с нами бороться против этого режима. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас активными быть акцией ДВК с памперсами 27 февраля по всей стране, во всех филиалах партии Нуратан или местах массового скопления людей, или там, где есть органы разные управления, министерства, различные государственные органы управления, везде оставлять памперсы, которые дают сигнал власти. Вас пора менять. Сейчас я хотел бы передать слово Жанне Ботта, чтобы она подробнее рассказала о ряде вопросов, которые я не успел сегодня озвучить. Добрый вечер, чат-активист. Я хочу озвучить приятные моменты, потому что на самом деле Мухтар Аблязов сегодня провёл блестящий эфир и поднял даже ряд вопросов, которые мы не могли себе позволить даже год назад. И сегодня, когда мы поднимаем такие темы, понятно, что народ изменился, и наше движение внесло в это огромный вклад, и это всё благодаря вам. И я сегодня тоже хочу поделиться приятными новостями, поговорить с вами об организационных вопросах. Прежде всего, я хочу обрадовать вас тем, что у нас действительно пошли громадные просмотры, мы вернулись к тем темпам, которые были у нас, когда мы начинали наши протесты в марте, апреле, когда мы были наиболее активными. На сегодня канал 1612 за двое суток демонстрирует миллион просмотров, канал Мухтара Аблязова демонстрирует полмиллиона просмотров, и так далее. Везде идут громадные просмотры, подписки растут, и я понимаю, что это ваша заслуга, поскольку мы к вам постоянно обращаемся с просьбами распространять, продвигать наши каналы, наши программы. Вот сегодня мы со всей очевидностью видим результат. Всего за неделю 12 тысяч подписчиков пришло на наш канал 1612. Мы преодолели планку 100 тысяч на канале Мухтара Аблязова, несмотря на то, что его безумно много раз за последние несколько недель блокировали, делали нам препятствия, создавали препоны и так далее. Тем не менее, эту планку мы преодолели, и мы преодолели планку в 200 тысяч на канале 1612. Это всё благодаря тому, что мы с вами очень активны, мы много работаем, мы много делаем и много распространяем наши программы. И, конечно, это ещё и благодаря тому, что в стране нарастают протестные настроения, и эти протестные настроения тоже наша с вами заслуга. Я думаю, что мы с вами все видим этот результат, и этот результат действительно приятно осознавать, потому что именно так в таких вещах мы видим силу единства, результаты этого единства. Поэтому мне, в принципе, больше нечего добавить, кроме того, что мы должны активно сотрудничать естественно во всех этих протестных акциях с теми женщинами, которые нуждаются в поддержке, с теми семьями, которые нуждаются в поддержке, организациями, которые сегодня инициируют какие-то протестные движения и так далее. И, естественно, продолжать распространять наши программы, наши каналы, чтобы вы как можно больше сторонников могли вовлечь во всё это. Действительно, очень важно и просто ссылаться на канал 1612, где мы транслируем наиболее важные события, наиболее важные наши дела и так далее, задачи. И это действительно приводит людей новых. И сейчас я думаю, что это будет расти с геометрической прогрессией, так же, как это было в марте-апреле, когда мы набирали основную часть наших сторонников. Я снова прошу вас присылать нам свои материалы. Если вы где-то можете снять видео, если вы располагаете какой-то информацией, которую мы можем транслировать в новостях, события, которые вы будете снимать на этих акциях протеста женских, пожалуйста, снимайте на горизонтально, держите телефоны свои, если вы там будете. Присылайте нам видео, присылайте нам острые моменты. У нас активно распространяются новости, и всем будет интересно увидеть, что происходит в регионах. И сегодня у нас практически каждый регион уже обозначил даты, время, места, где будут проводить все эти протесты и акции. Я прошу админов много информации транслировать в чат, чтобы наши участники знали, куда идти. И прошу вас, присылайте нам эту информацию, мы будем оперативно и много освещать эти вопросы. Всем вам хорошего вечера, спасибо, что слушаете наш чат-активист, спасибо, что продолжаете раскидывать наши программы, наши ссылки на наши каналы. Услышимся дальше завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!